Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я покажу подарки к девятому дню рождения Clash of Clans, а также расскажу, как пройти новое испытание. Под прошлым видео вы оставили 1000 лайков. Давайте под этим роликом соберем 3000 лайков, чтобы каждый клэшер знал, как пройти новое испытание. Новый развивающийся клан второго уровня Блюз набирает игроков, начиная от 7-й ратуши с фуловой прокачкой и 18 лет. Несмотря на недавнее открытие клана, ребята уже обзавелись несколькими 11-ми и 12-ми таунхолами, которые помогают с донатом и продвижением клана. Основная цель сейчас – набрать активную и дружную команду для игры в КВ и ЛВК и на клановых играх, а самому активному участнику будет приятный бонус в начале месяца. Тег клана я оставляю в описании к этому ролику. Если у тебя нет своего постоянного клана, то обязательно заглядывай. А я же хочу поздравить всех игроков Клэша, как колдов, так и новичков этой игры с днем рождения Клэш оф Клэнс. В этом году игре исполняется 9 лет, поэтому разработчики решили подготовить для нас праздничные сюрпризы. И начнем, пожалуй, со статуи, которая называется Огненный шлем. Ее можно будет забрать из серебряного, а значит бесплатного пропуска, то есть вам не придется донатить для того, чтобы получить эту статую. Для этого вы заходите в раздел пропуска и смотрите на самую первую награду. Вот здесь находится этот шлем. Я эту награду уже забрала, поэтому у меня ее нет, но у вас на аккаунте она, конечно же, будет. Причем, повторюсь, это бесплатный пропуск, поэтому золотой пас покупать не обязательно. Следующий подарок это временное препятствие торт в честь 9 годовщины Клэш оф Клэнс. Это препятствие вырастет во время празднования дня рождения Клэш оф Клэнс у каждого на базе, но если вы уничтожите все препятствия, то потом у вас их не останется. Поэтому лучше все-таки их оставлять, потому что торт очень красивый, розовый вместе с белым мечом, и мне кажется, это прямая отсылка на единорога, один из питомцев на ТХ-14, потому что как раз единорогов всегда и представляют в розовой палитре. Но что будет, если все-таки удалить этот торт? Давайте проверим. И после удаления, через 30 секундочек, мы получаем 9999 единиц золота. Согласитесь, торт все-таки лучше. Не стоит также забывать и про скин, который появится в новом сезоне Золотого пропуска. Скин называется Королева вечеринки, и он, конечно, также взаимосвязан с днем рождения Клэш оф Клэнс. Цветовая палитра скина это розовый и фиолетовый оттенок, и в качестве арбалета королева держит диджейский пульт, с которого будет стрелять пластинками. Сама идея интересная, но многие заметили в комментариях, что этот скин отчасти напоминает вселенную Киберпанк 2077. Да, что-то действительно такое есть, и было бы круто, если бы скин так и назывался. Также, если вы помните, несколько лет назад выходили тематические скины в честь дня рождения Клэша, это Король вечеринки и Хранитель вечеринки. Таким образом, уже практически полный комплект скинов есть, не хватает только чемпионки, но ее, наверное, мы увидим уже в следующем 22 году. Но в этот день рождения мы увидим не один, а целых два новых скина. Король ритма – это легендарный скин, который появится в качестве отдельного предложения в магазине. Скин наполнен не только визуальными анимациями, но еще и звуковыми, что добавляет ему, конечно, преимущество. Так что у вас будет выбор, в какой наряд одеть короля на этот день рождения. В самой атаке этот скин также достаточно красив, причем речь идет не только об анимации короля, но еще и о его прожатии, потому что маленькие варвары, которые появляются после прожатия, также имеют измененный внешний вид. А вот что касается королевы, то здесь такого эффекта не будет. Лучницы, которые появляются после прожатия королевы, абсолютно обычные и ничем не отличаются от стандартных, которые появляются, когда у королевы нет скина. Но сама анимация атаки довольно прикольная, необычно видеть, что королева стреляет пластинками. Не обошлись стороной и новый скин на родную деревню. Это также будет платное предложение в магазине и новое оформление называется достаточно ожидаемо. Оформление к девятой годовщине Clash. И на мой взгляд, это оформление одно из самых детально проработанных. Давайте его выберем и рассмотрим более подробно. И наверное первое, что бросается в глаза, то что оформление очень красочное и очень яркое. И это действительно так. Если теперь убрать саму базу и посмотреть в целом оформление, то мы видим, что везде какие-то есть анимации, какие-то огни, какие-то сияющие шары. Но давайте обо всем по порядку. Внизу мы видим стоянку для воздушных шаров, а также два бассейна для большого корабля и для маленькой лодочки шестого строителя. Слева украшенный таран, чуть подальше у нас есть чучело пеки, которое горит и какие-то небольшие лавочки в духе рынка. Продвигаясь немного выше, можно увидеть большую сцену. По центру стоит скелетик около микрофона. На сцене есть залпы огней и вся сцена в целом выполнена как морда всадника на драконе. Продвигаясь правее, также можно увидеть большую сцену, но здесь уже в качестве солистов выступают два диска колдуна. Это временный юнит, который появился начиная с седьмого дня рождения Clash of Clans. Эта сцена выполнена в виде лица варвара. И продвигаясь немного ниже, можно увидеть еще какое-то сооружение, которое скорее мне напоминает клуб гоблинов, может быть ночной клуб. Здесь есть диско-шар и тоже очень много разных подсветок. В итоге ни один уголок этого оформления не остался без внимания, то есть у каждого уголка есть какая-то своя проработка и свои детали. Поэтому оформление мне очень понравилось. И наконец во вкладке события можно найти новое испытание к девятой годовщине в Clash of Clans. За прохождение на три звезды вы получаете два зелья героя, гемы, добычу, это золото, эликсир и темный эликсир, а также опыт. В испытании можно посмотреть на новое оформление и новый скин на короля. И несмотря на такой причудливый вид, это испытание, на мой взгляд, одно из самых простых, которое вообще было в Clash of Clans. Эта база поделена на пять секторов, в верхнем секторе новый торт, а в других секторах те временные препятствия, которые вырастали несколько лет назад. Также на атаку у вас будет целых пять минут, поэтому вы точно успеете и уложитесь в это время, можно не торопиться. И как всегда, давайте все разберем подробно и со стрелочками. Погнали! Для начала около каждой башни лучницы высаживаем одного обычного колдуна и за ним два диска колдуна. Абсолютно то же самое мы проделываем и с другой стороны, также на три башни лучницы. База симметричная, поэтому здесь все одинаково. К этому моменту у вас появится много скелетиков и для того, чтобы их нейтрализовать, кидаем одного супер мага в район золотохранилища. Он справится с этой толпой скелетиков и поможет вам зачистить золотохранилище, а эликсирохранилища зачистит кто-то из магов с правой стороны. На этом зачистка заканчивается и начинается основная часть атаки. Вы высаживаете всех героев и всех ваших юнитов практически в одну точку и всей толпой идете в центр кратуши. Здесь основная идея держится на использовании инвиза. Инвиз вы кидаете на своих юнитов для того, чтобы строения дефа их не видели. В это же время можно подкидывать ускорение, чтобы быстрее продвигаться вперед и также хилы для того, чтобы подлечивать ваших героев и юнитов в том числе. В клановой крепости на этой базе сидит много магов, но они в целом для вас не проблема, если у вас сохранится большая часть войск. Также очень внимательно наблюдайте за сингл инферно, которая находится около клановой крепости, потому что оно может сжечь ваших героев, а этого вам совсем не нужно. Когда вы пройдете этот этап, то останется забрать 4 швырятеля. Это самое опасное, что осталось на этой базе. Но не забывайте, что около нового розового торта есть уменьшающая ловушка и все ваши войска вместе с героями, попав туда становится в разы меньше. Прожатие используем по ситуации и не забывайте прижимать хранителя в тот момент, когда рядом находится большая часть войск. Как правило, это стоит делать около Таунхола, когда уже вылезла клановая крепость. Вот в принципе и все, как я и говорила, это испытание достаточно простое. Самое главное это наловчиться с заклинаниями и не потерять основную массу войск. Тогда у вас все получится. Времени на атаку дается много, его вам точно хватит. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже без проблем смогли с первого раза пройти это испытание. Ну а я же хочу поблагодарить спонсоров канала за помощь и поддержку в развитии. Александр Легендарный, Дэм Лакомка, Дэм Варгу Супер, Дэм Джампер ТВ, Данил Шевцов, Андрей Самойлов и Гейм Айк. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь также попасть в мой следующий ролик, то прямо сейчас оставляй под этим видео прикольно или интересный комментарий. Ставь лайк, подписывайся на канал и прожимай колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!